всем привет друзья приветствую вас на нашем канале сегодня мы рассмотрим какой смартфон с хорошей камеры купить в 2018 году рейтинг лучших мобильников для фото и видеосъемки мобильная фотография изменила наш мир теперь для того чтобы сделать качественные фото снимки или видеоролики не обязательно иметь кучу дорогостоящего оборудования сравнивая снимки трехлетней давности с нынешними поражаешься насколько быстро развиваются камеры современных смартфонов и в этом видео собраны лучшие смартфоны рейтинги которых вас могут порадовать качеством снимков и еще и в 2018 году на девятом месте honor 9 в вашем распоряжении две камеры первая цветная с разрешением 12 мегапикселей и диафрагмой 2 и 2 вторая же монохромная на 20 мегапикселей и аналогичная диафрагма по задумке создателей черно-белая камера делает снимок с разрешенным динамическим диапазоном и детализацией после чего на фотографию добавляется цвета со второго модуля при хорошем освещении выдает резкие снимки с правильным балансом белого лазерный автофокус быстро фокусируется есть двукратный оптический зум без потерь качества ночью результат не так хорош картинка становится шумной и не резко следуя трендам honor 9 умеет снимать с эффектом боке задний план размывается хорошо но далеко не идеально мелкие детали часто замыливают но этим грешат и более дорогие смартфоны фронталка широкоугольная на 8 мегапикселей диафрагмой 2.0 качество снимков отличное но опять же только днем хотелось бы побольше диафрагму а пока при недостаточном освещении о селфи лучше забыть honor 9 крутой среднебюджетный смартфон для тех кому хочется получить больше заменяемые деньги по камере практически не отличается от более дорогого 510 не хватает только модного шилдика лейка и оптическая стабилизация на восьмом месте sony xperia x-set премиум флагман sony имеет только одну камеру с широкоугольным объективом на 19 мегапикселей и диафрагму 2.0 оптическую стабилизацию вновь не завезли оставили довольствоваться цифровой камера шустрая и днем делает приятные снимки картинка насыщенная резкая но впечатление портит корявая работа автомат днем он может запросто засветить небо при искусственном освещении неверно выставить баланс белого ночью автофокус ведет себя нервно и постоянно пытается перефокусироваться фотографии же в автоматическом режиме получается шумные мыльные чтобы оценить реальные возможности камеры xz премиум снимайте в ручном режиме в этом случае можно включить hdr настроить экспозицию выдержку фокус получить снимки флагманского уровня минус в том что это убивает всю прелесть мобильного фото не многие будут ковыряться с ручными настройками когда надо снять быстро здесь и сейчас в ручном режиме не работает предиктивная съемка камера делает 1 3 кадра еще до того как вы нажмете на спусковой затвор в итоге получите 3-4 снимка из которых можно будет выбрать лучший задумка интересная но смартфон это делает автоматически и тогда когда посчитает нужным смартфоне xz премиум хорошая широкоформатная фронталка на 13 мегапикселей подходит для совместного селфи причем результаты получаются достойными при любых условиях освещения и главная изюминка это первый в мире смартфон снимающий супер замедленное видео 960 fps выглядит эффективно но как по мне поиграться на пару раз видео много весят тяжело получить ровную картинку без оптической стабилизации записывается только кусочки по 0 18 секунд которые растягиваются в 6 секундные роли при всех достоинствах экзет премиум выберут только истинные фанаты марк на седьмом месте lg g6 lg g6 имеют две камеры каждая из которых на 13 мегапикселей первая с диафрагмой 1.8 получила фазовый автофокус и оптическую стабилизацию вторая широкоугольный объектив в 125 градусов и диафрагму 2.4 широкий угол для второй камеры кажется полезны при слову тбк он прекрасно подойдет для съемки архитектуры пейзажи совместных фоток друзьями на других смартфонов для этого придется снимать панорамы но не всегда удобно но за сверх широкий угол приходится расплачиваться дисторсии эффектом бабочки кроме того вторая камера не имеет автофокус и оптической стабилизации из-за этого снимки часто получаются нерезкими основная камера делает хорошие фотографии оптическая стабилизация отрабатывает как надо никакой шевеление картинка выходит четкой с правильной цветопередачей в lg g6 по умолчанию включен hdr в режиме авто это позволяет сохранить больше деталей в светлых и темных участках кадра фронтальная камера имеет всего 5 мегапикселей и диафрагму 2.2 странное решение для флагмана результаты хуже многих среднебюджетных смартфона не спасает даже широкоугольный объектив 100 градусов качество снимков оставляет желать лучше lg g6 интересный смартфон но камера не самая сильная его сторона поэтому только 7 место на шестом месте samsung galaxy s 8 камера в galaxy s 8 не принесла особо ничего нового по сравнению с предшественниками но при этом остается одной из самых лучших на рынке смартфоне естественный модуль на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией технология dual пиксел для быстрого автофокуса диафрагма 1.7 позволяет делать очень крутые снимки в условиях недостаточной освещенности ночные фотографии у топовых смартфонов samsung это лонны при этом не ждите от камеры galaxy s 8 реалистичной картин она будет классной сочной но далека от серой действительности алгоритмы камеры агрессивно коверкают снимок чтобы исключить любое несовершенство хорошо это или плохо дело вкуса а вот что действительно здорово так это фронтальная камера она имеет разрешение 8 мегапикселей интеллектуальный автофокус и диафрагму 1.7 не все смартфоны имеют такую светосильную оптику даже в основной камере в итоге получается потрясающе сэлфи в любое время суток и при любых условиях объектив имеет достаточно широкий угол так что можно комфортно фотографироваться компании учитывая сегодняшнюю цену на galaxy s 8 это одна из лучших мобильных камер на рынке htc u11 htc u11 открытие 2017 года лично я уже стараюсь забыть эту компанию так как дела у нее в последнее время не очень и тут она представляет ее 11 который до выхода iphone 10 и google пиксел 2 заткнул всех конкурентов спортфон имеет 12 меопиксельную камеру диафрагмой 1.7 есть оптическая стабилизация и про режим с возможностью выставлять выдержку вплоть до 32 секунд видео пишет в 4к с 3d звуком фотографии же порадовали высокой детализации натуральными цветами низким уровнем шума в самых сложных условиях и корректной экспозиции автофокус dual pixel pdf быстро и точно цепляет за объект благодаря чему снимки выходят резко без мыла камера у htc u11 одна поэтому задний фон размывает программу но боке получается достаточно натуральным и приятным отдельно упомяну функцию hdr boost она обычный снимок превращает в hdr снимок значительно расширяя динамический диапазон и делая картинку более выразительной эта фишка работает и 16 мегапиксельной камеры но результат не такой впечатляющий диафрагма фронтальной камеры 2.0 автофокуса нет что не есть хорошо из-за этого снимки получаются часто мыльными и не резкими в целом фронталка ничего но тому же galaxy s8 сильно уступает htc u11 интересный смартфон с классной камерой и приятной ценой желаю компании выбраться из черты неудач и продолжать удивлять крутыми гаджетами на четвертом месте iphone 8 плюс в iphone 8 плюс не случилось глобальных изменений по сравнению с предшественниками но камера стала немного лучше во всем здесь по-прежнему два модуля по 12 мегапикселей первый телеобъектив диафрагма 2.8 второй широкоугольный с диафрагма 1.8 увы телеобъектив не обзавелся оптической стабилизацией как и увеличенная диафрагма это прерогативы iphone 10 изменения в iphone 8 плюс коснулись системы линз и матрицы сенсора улучшились алгоритмы пост обработки фотографий на деле снимки на восьмерку получается ярче контрастнее и насыщеннее камера точнее передает цвета тон кожи в портретках стал более реалистичным с балансом белого восьмерка вообще все хорошо в этом плане она делает многих конкурентов работа hdr стала лучше она теперь всегда в автоматическом режиме раньше приходилось его постоянно включать вручную что порой бесило фокус работает точнее и быстрее снимки получаются более резким особенно это заметно при увеличении снимка при недостаточном освещении картинка получается более детализированно но по качеству и количеству шумов уступают тому же htc u11 в iphone 8 плюс появились новые режимы портретного освещения которые не просто размывают задний план а имитируют разные схемы освещения штука прикольная но пока работает криво пока потому что это еще не финальная версия и со временем будет работать лучше обычные портреты iphone 8 плюс делает прекрасно фон размывает довольно точно правильно фокусируется на объекта кстати схему освещения теперь можно менять уже после того как сделаете снимок так что простор для творчества и а еще появился смысл лайф фото из них теперь можно сделать гифку или выбрать лучший кадр такой себе аналог серийной съемки который пригодится для фотографирования движущихся объектов фронталка по сравнению 7 плюс не изменилась те же 7 мегапикселей с диафрагмой 2 и 2 снимки получаются нормальной но при недостаточном освещении шумят хотелось бы угол камер шире galaxy s 8 в этом плане интереснее что сказать это самая популярная камера в мире и весьма заслужен изменения не кардинальные но снимки стали лучше на третьем месте samsung galaxy note 8 огромный флагман от samsung который оставляет положительные эмоции смартфон имеет две камеры по 12 мегапикселей первый модуль широкоугольный диафрагмой 1.7 второй телевизор диафрагмой 2.4 оба имеют оптическую стабилизацию так что даже снимки с двукратным увеличением получится резкий камера прекрасно размывает фон причем степень размытия может регулировать как до так и после спуск снимки сохраняются с обеих камер сама бокам не показалось не очень натуральным как на iphone но возможно это улучшит еще программу при дневном свете фотографии радуют отличной детализации яркими цветами да чрезмерная насыщенность никуда не делась на фотке все равно классно на месте и перешарп особенно он заметен при недостаточном освещении когда шумодав начинают активно работать автоматический hdr отрабатывает хорошо причем как при искусственном так и естественном свете ночные снимки как всегда на высоте с ними мало кто может потягаться картинка контрастная резкая даже при просмотре с компьютера фронталка galaxy note 8 по светосиле как основная 1.7 разрешение 8 мегапикселей есть автофокус качество снимков топово все на уровне galaxy s 8 в целом камера остался доволен и каких-то явных недостатков не нашел оттолкнуть могут только огромные размеры смартфона но это уже другая история на втором месте iphone 10 основная камера у iphone 10 почти как у iphone 8 плюс оптическая стабилизация теперь в обеих модулях а диафрагма телеобъектива увеличена с 2.8 до 2.4 что это дает снимки при увеличении всегда резко раньше картинка бывало смазывала при двукратном зуме особенно если руки трясут что не мудрено если снимать на холоде проще стало снимать в портретном режиме никакой шевелим сфокусировался и получил классный портрет благодаря увеличенной светосиле телевика портреты не так зависят от освещения картинка стала менее шумной даже вечером при искусственном освещении десятка сохраняет большие детали мелкие элементы выглядят четче с точки зрения цвета и динамического диапазона iphone 10 выдает похожие с iphone 8 плюс результат правда просматривать снимки интереснее с iphone 10 а led экран делает и без того яркие фотографии живые и насыщенные изменения также коснулись фронтальной камеры селфи теперь можно снимать с размытым фоном благодаря датчику глубины доступны разные режимы студийного освещения но результат не всегда удачный по моим ощущениям iphone 10 и galaxy note 8 примерно равны у первого лучший цветопередача портретный режим второй прекрасно себя показал в ночной съемки и селфи и на первом месте google pixel 2 лучшая мобильная камера 2017 года у google pixel 2 и pixel 2 xl они у них идентичны в смартфонах установлена одна камера на 12,2 мегапикселя с диафрагмой 1.8 в google решили что два модуля не нужны для классных портретов размытие заднего плана получается только с помощью программного обеспечения фон действительно эффектно разнувает нам нужно соблюдать определенные условия например избавиться от мелких аксессуаров вроде очков не снимать ветреную погоду с развивающимися волосами противном случае камера затрета фотографировать лучше с близкого расстояния крупным планом если хотите снять по пояс придется отказаться от бок и в этом плане iphone менее привилегив с другой стороны если все сделать правильно фотографии получаются потрясающе как ни странно размытие смотрится натуральнее чем у iphone 10 главное что все это дело рук нейросети которая все время учится думаю уже через полгода ограничений будет меньше а качество снимков лучше в смартфоне есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус dualpix камера имеет широкий динамический диапазон и неважно снимаете вы в солнечный день или уже в сумерках автофокус крайне быстро по скорости обходит даже топовый not 8 автоматика выставляет правильный баланс белого как на улице так и в помещении картинка сочная яркая цветная правильная без перегибов фронталка на 8 мегапикселей выдает также отличные снимки портретный режим работает и здесь причем никакой дачи глубины не нужен единственное могли бы установить более светосильную оптику диафрагмы 2.4 вечернее время не хватает в итоге google удалось сделать действительно классный смартфон для мобильной съемки хотя сказать честно иногда приходится напрячь чтобы получить качественный снимок особенно это касается портретов в этом плане iphone 10 мне нравится больше там все просто и понятно но и качество снимка выступает пусть незначительно на этом у меня все кому понравилось видео ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал всем пока пока